Можно ли заливать одинаковые видео в YouTube и TikTok? Не будет ли бана там и там? Отвечаю. Можно и нужно. Почему? Мы рекомендуем заливать еще видео ваше не только в TikTok, а еще и в Facebook, а еще и ВКонтакте, а еще и в Одноклассники. Для чего? Потому что подумайте, TikTok – это отдельная платформа и она заинтересована, чтобы в нем, ну, в этом видеохостинге было много контента. YouTube – это тоже отдельная платформа и она заинтересована в том, чтобы там было много контента. У ВКонтакте также есть свой видеохостинг и он заинтересован, чтобы в нем было много контента, видео-контента. Одноклассники – то же самое, Facebook – то же самое, Instagram – то же самое. И эти платформы между собой конкурируют. Все очень просто. И как вы себе представляете? То есть, условно, алгоритмы TikTok увидели это видео на YouTube и что? О, не-не-не-не-не. Раз это видео на YouTube есть, оно не подходит. Нет. Просто разница лишь в том, что вы, создавая контент, можете размещать его на разных видеохостингах и штрафных санкций не будет от этих видеохостингов, если вы не будете дублировать этот же контент на этом же видеохостинге. Например, если вы заведете аккаунт на ТикТоке и будете заливать в один аккаунт, допустим, это видео, а потом заведете второй аккаунт и будете это же видео в ТикТок заливать, то он склеит видео. То же самое, как и YouTube. Если вы будете одно и то же видео заливать на разные каналы, то это будет называться дублирующий контент, да? Поэтому это запрещено правилами Ютуба и, скорее всего, запрещено правилами ТикТока, ну, чтобы был уникальный контент, да? Это же правило касается и Фейсбука, и Одноклассника ВКонтакте, да? Более того, очень скоро вы не сможете заливать в YouTube контент, который уже там есть. Это такая небольшая инсайдерская информация. Почему? Потому что алгоритм скажет, такой контент уже есть, попробуйте что-нибудь другое. Вот если вы сейчас попробуйте залить на свой канал один и тот же ролик, YouTube вам не даст его залить. Он скажет, это видео уже есть. Почему? Потому что алгоритм YouTube уже научился распознавать видео в пределах вашего канала. Но я более чем уверен, как аналитик с 15-летним стажем работы, что уже такой алгоритм есть и у самого YouTube, и он понимает, уже определяет, это видео где-то есть, либо нет, и об этом можно увидеть в вашей творческой студии, когда вы открываете и видите, что этот контент уже размещен на тех каналах. Вывод. Резюмирую. Если у вас есть классное видео, размещайте его на разных платформах. Будь то TikTok, YouTube, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Vimeo, да? Одноклассники, где только можно. Яндекс видео тоже хорошо. Вот все, где есть видеохостинг, заливайте. Но не забывайте оптимизировать. А о том, как правильно его оптимизировать, можно узнать в нашем клубе 100 по 100, либо на консультации, по которой я на вас приглашаю. Я вас на эту консультацию приглашаю. Пара-бара-бам.